Тест на комфорт и удобство клинские инвалиды-колясочники испытали новые низкопольные автобусы. Акция прошла в рамках программы «Доступная среда». Подробнее Татьяна Барулина. Ситуация «как должно быть в жизни» моделируют на парковке автовокзала. Остановка. Татьяна Набиева с помощью кнопки вызывает водителя. В его обязанности входит разобрать выдвижной пандус и помочь заехать в салон. Здесь для колясочника специально оборудованное место. Он плотно подъезжает вот так по ходу движения. Это тоже учли, чтобы вестибулярный аппарат не страдал. Он нажимает тормоз, берет вот этот ремень, выдвигает его на свою длину и себя пристегивает. Если самому пристегнуться трудно, водитель поможет. Кроме того, салон оборудован низкими поручнями, световым табло с бегущей строкой и звуковым оповещением остановок, что очень важно для людей с ограниченным слухом и зрением. Чистота, комфорт, вместимость, просто, ну знаете, мечта. Я очень рада, что в Клину у нас такие автобусы. Пневмоническая подвеска позволяет наклонять и приподнимать автобус к бордюру для безопасной транспортировки коляски. Всего в Клину 26 таких автобусов. Последнее поступление по губернаторской программе было буквально в мае. Тогда приехало 16 новых Лиазов и все они уже введены в эксплуатацию. Работают наши маршруты, наши автобусы на маршрутах 1, 2, 4, 7, 17, 18 маршрут. Вот это практически мы попытались охватить большую часть города. Колясочник Вячеслав Хмельнов автобусами доволен. Осталось только приспособить дороги. Очень высокие пороги. Либо нет вообще никакого пандуса, либо если он есть, он сделан по формальному признаку, а вот он как будто есть. Фактически это не пандус, это горка. Еще бы хорошо, если бы нас услышали дорожники федеральные. Услышали и начали действовать так, как действуют наши городские власти. Татьяна Барулина, Юлия Левицкая, Новости дня. Необходимые лекарства в шаговой доступности. Пациенты второй поликлиники теперь могут получать препараты по льготным рецептам, не выходя из здания. Елена Перцева продолжит. Сергей Михайлович, сейчас получите рецепты, таблеточки по 50 мг, по одной таблетке в день будете пить. Рецепты можно теперь получить на втором этаже в нашем аптечном пункте. Для Сергея Комлева новость о новом аптечном пункте пришлась по душе. Теперь пациенту второй поликлиники можно получить бесплатные медикаменты, даже не выходя на улицу. Спасибо большое. Здесь удобно очень. Все в одном месте. Скажите, пожалуйста, а ваше лекарство на всегда есть? В наличии? Мое лекарство есть. Очень довольна. Все хорошо. Доступность препарата в своем лечебном учреждении стала возможной по губернаторской программе «Наше Подмосковье». В начале года подобный пункт открылся в стенах третьей поликлиники, накануне на базе второй. Ну что, добрый путь? Ну, свершилось действительно, этого долго ждали, и я думаю, что не напрасно. Очень удобно и красно. Зашла к врачу, выписала рецепты, тоже спустилась на второй этаж и получила. Раньше надо было идти в третий микрорайон, отстоять большую очередь, потерять много времени, а здесь очень удобно. На сегодня в Клину порядка 20 тысяч региональных и федеральных льготников. Получить лекарства они могут в четырех пунктах. В аптеке на Советской площади, на Карла Маркса, в третьей поликлинике и теперь здесь, на Бродинском проезде. На сегодняшний день тот список препаратов, которые необходимы для обеспечения жизни, деятельности? Полностью, по региональной и федеральной льготе, 7 назологий. Препараты в полном объеме имеются. Это и онкология, это и сахарный диабет. Препараты все... Предусмотрено все полностью, да? Да, конечно. Пока аптека будет работать только по отпуску льготных лекарств. В течение месяца организуют работу по продаже и розничных препаратов. Режим работы пункта с 8 утра до 5 вечера. Суббота и воскресенье – выходные дни. Елена Перцева, Андрей Волков, Юлия Левицкая. Новости дня.